Добрый день всем слушателям русского часа в Дублине. Я думаю, что каждому, кто хоть раз интересовался своей жизнью, приходилось обращаться ко всевозможным специалистам в области оккультных наук. Скорее всего, некоторые из вас, покупая соответствующую литературу, сами пытались разобраться в своей жизни. Не знаю, что у вас получилось, но я уверен, что даже если вы получили некоторые результаты в своей практике в сфере эзотерики, они, скорее всего, могли бы вас разочаровать или же запутать еще больше. Да, на современном книжном рынке есть много книг на тему астрологии, гадания на картах Таро и всевозможных других практик. Их сейчас издают очень большими тиражами, так как есть спрос на эти сокровенные знания. Лично я, Вячеслав Чиро, стал практиковать в этой области с 1993 года. С того времени прошло полных 20 лет, и я по сей день считаю, что знаю не столь много, чтобы говорить, что я много знаю. Начиная с 2005 года, я стал писать книги на тему эзотерики. Ну а начиная с 2010, стал самостоятельно изготавливать на заказ соответствующие карты для гадания, которые уже давно не издаются в массовом ассортименте. На сегодняшний день в моем арсенале более 20 колод карт и 10 видов оракулов для предсказаний, а также 9 книг на тему гадания и отношений. Воссоздавая давно потерянные колоды, мне удается сохранить то, что должно остаться для дальнейших поколений. Все колоды карт уникальны по-своему и имеют некое свое узкое направление, в котором они могут быть использованы. Все свои колоды я ламинирую, тем самым обеспечивая им долгую жизнь. Если вы выбрали колоду Югославского любовного таро, вы явно заинтересовались вопросами любовных событий в недалеком будущем, в течение не более чем на полгода. Таких карт уже нет в продаже, так как они выпускались в последний раз в 1976 году. Стоимость данной колоды карт, которая составляет 60 евро, включена пересылка в любую точку мира. В колоде 42 символа и как видите на экране они отличаются от общих карт для гадания. К этой колоде я дам вам инструкцию и пару раскладов для того, чтобы делать свои прогнозы. По желанию вы можете дополнительно заказать мою книгу по Таро, в которой включены все ныне существующие школы Таро и тот опыт, который я сам смог наработать на протяжении 15 лет своей практики. Книга стоит отдельно 50 евро и в данном случае, заказывая карты и книгу за доставку, вы платить уже не будете. Размер карт 8 см на 6 см. Если будет желание приобрести еще что-то, зайдите на YouTube и посмотрите, что может вам еще приглянуться. Скорее всего, ни один историк, наверное, не сможет точно ответить вам, откуда, кем и для чего именно были изобретены карты. Для игры или для гадания? Испокон веков все, что было связано с картами, считалось греховным. Религия и церковь приложили немало сил для борьбы с явлениями, которые хоть на минуту могли поколебать умы людей. Сведения о разных тайных учениях на протяжении многих столетий в разных культурах и народностях передавались из уст в уста. Знания запоминались и тем самым получили свое дальнейшее развитие. Я точно знаю, что все виды гаданий, которые существуют на Земле, призваны помогать людям лучше понимать самих себя и учить их использовать свою энергию себе во благо. Именно поэтому, покупая ту или иную колоду карт, книгу или арахула, вы сами для себя уже можете прогнозировать свою жизнь и жизнь ваших близких. Каждый человек на Земле стремится к чему-то. Один человек стремится к наработке собственного опыта, другой к деньгам, третий к славе, четвертый к власти, ну и так далее. Мало кто стремится познать себя как частицу Божьего промысла и прислушаться к зову своей души. Да, большинство людей соглашаются с тем, что есть нечто такое, назовем его высший разум, которое умело направляет человека следовать заранее уготовленной ему одной дороге жизни. Лично я думаю, что это не совсем верное суждение. Да, на самом деле есть уготовленное свыше руководство, этакий путеводитель, который способен показать один из способов развития жизни отдельно взятой личности или целого государства, если следовать неукосительно этому руководству, то есть тупо плыть по течению. Но есть еще и воля, которая толкает человека принять это руководство за основу или же толкает человека на поиск своего собственного пути в жизни, чтобы потом принять его за основу основ. Жизнь каждого человека похожа на зеркало, в котором видно все, если внимательно всматриваться в него. Так же как мы используем зеркало, чтобы видеть свою внешность, мы можем использовать любые образы того или иного гадания. Многие из нас боятся встретиться лицом к лицу со своей внутренней реальностью, так как именно в ней можно обнаружить очень уродливые, а иногда и самые неприятные стороны своей личности. Очень легко делать вид, что знаешь себя, веря при этом, что это так. Приходится тратить много времени и энергии, поддерживая свою иллюзорную внешность. И чем иллюзорней этой внешности, тем больше приходится защищать ее и тот самый страх, который заложен изначально в этой внешности. Знайте, каждое ваше действие или каждое отрицание скорее раскрывает, а не скрывает, лежащие под всем этим неблагополучие этой личности. В результате всего этого появляется страх и узость мышления, подавленное состояние, которое ведет к изоляции, а истинная внутренняя реальность остается неведомой и скрытой от самой личности, то есть от вас самого. Как ни удивительно, мы знаем, как принимать или любить себя только тогда, когда прекращаем пытаться спрятаться от нашей внутренней реальности. Исследовать самого себя – весьма рискованное дело. Новые перспективы способны разрушить наши старые привычки и манеры, потрясти само основание нашей веры, и это чревато большими изменениями в жизни любого человека. Следует не забывать, что награды внутреннего очищения велики. Каждый раз, когда мы открываем и отбрасываем одну из наших иллюзий, мы приближаемся на шаг к нашему истинному, безграничному и вечному я. Хочу вам пожелать учиться всему, что интересно. Знаете, в жизни трудно обойтись без знаний. Знаний не бывает много, их почему-то всегда не хватает. А жизнь, подобно свече, горит и угасает очень быстро, особенно, когда не думаешь об этом. Я думаю, что каждый, кто хочет понять лучше себя и свою задачу на эту жизнь, не может оставаться в стороне законов бытия. Также я хочу сообщить всем, кто по тем или иным причинам потерял со мной связь, что я уже давно не живу в Молдове и сейчас живу в Ирландии. Если есть желание, пишите на мой email и заказывайте то, что вам близко по духу. Я, Вячеслав Чаро, буду рад помочь всем, кто будет нуждаться в моей помощи. Ну а на сегодня я желаю вам мира, добра и любви во всех ваших начинаниях. Пока!